Уважаемые зрители канала Айк Медиа! Мы просим тех, кто еще не подписан на наш канал, сделайте это! Нажав на кнопку «Подписаться», вы уже помогаете продвижению правдивой и нужной информации о событиях армянского мира и способствуете борьбе с фейками наших недоброжелателей. Спасибо! Оставайтесь с нами! В октябре в Берлине состоялись двухсторонние оборонные консультации между Арменией и Германией, в которых приняла участие делегация, возглавляемая начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны. Армении Ливоном Айвазяном. Стороны обсудили и выразили взаимное удовлетворение ходом двухстороннего оборонного сотрудничества на 2024 год, подчеркнули и значительный потенциал его развития. По итогам обсуждений была согласована программа сотрудничества в сфере обороны на 2025 год, которая включает десятки мероприятий по обмену опытом, образованию и обучению, а также по ряду направлений, представляющих двухсторонний интерес. Группа граждан собралась сегодня перед зданием офиса ООН в Ереване с требованием освободить армянских пленных и заключенных, содержащихся в бакинских тюрьмах. Участники акции призывают международное сообщество потребовать от Баку немедленного освобождения пленных до конференции климатического саммита в Баку. «Требование должно быть предъявлено таким образом, чтобы генерировать как можно больше давления», – сказал один из участников акции, добавив, что они планируют провести акции не только перед армянским офисом ООН, но и перед зданиями МИД Армении, посольствами России, Франции и США в Республике Армения, в ходе которых письма с упомянутым требованием будут доставлены адресатам. Армянский патриархат Иерусалима выиграл судебный процесс по возврату своей огромной собственности в Турции. В 1973 году главное управление фондов Турции конфисковало имущество Иерусалимского патриархата. В 2012 году армянским патриархатом Иерусалима был подан иск с целью возврата более тысячи объектов недвижимости, конфискованных турецким правительством десятилетия назад. После многолетних судебных разбирательств в Турции патриархат на прошлой неделе наконец одержал крупную победу. МИД Республики Армения осудил нападение Израиля на штаб Временных сил ООН в Ливане. Как страна-участница Временных сил ООН в Ливане, Армения решительно осуждает нападение на штаб-квартиру. Временные силы ООН призваны укреплять стабильность согласно соответствующим резолюциям Совбеза ООН, заявил МИД Армении. Ранее стало известно, что двое миротворцев ООН получили ранения в результате нападения Израиля на их штаб-квартиру в Ливане. Азербайджанская оккупационная администрация начала массовый снос жилых домов в оккупированном Степанакерте. За последние несколько дней исторические кварталы столицы вдоль улицы Туманяна были снесены, что нарушило права собственности тысяч владельцев частных зданий, построенных в XIX – начале XX веков. А за четыре года оккупации Гадрута на азербайджанские вандалы разрушили центральную библиотеку имени Аветика Исаакяна, близлежащие жилые дома, уничтожили памятник героям Великой Отечественной войны из Гадрута, осквернили церковь Святого Воскресения и полностью разрушили окружающие хачкары. 13 октября в Бельгии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На выборах выдвинуты 42 армянских кандидата, которые борются за членство в Совете Старейшин. Примечательно, что подавляющее большинство армянских кандидатов – молодые люди. На стадионе города Мегри Сюникской области 26 октября пройдет армяно-иранский фестиваль «Граната». Желающие могут принять участие со своими павильонами, отметили городские власти. Заявки принимаются до 18 октября. Вход свободный. Самый крупный иранский торговый центр в мире был открыт в Армении и стал новой площадкой для укрепления экономических связей между Арменией и Ираном. Прямо сейчас мы находимся здесь, чтобы представить вам подробности. 18 тысяч квадратных метров и более 100 павильонов с иранскими товарами различных категорий – мебель, сладости, техника, продукты и даже ковры ручной работы. Кстати, в день открытия торгового центра 30 сентября Армения заключила договор с одной из крупнейших фармкомпаний Ирана и производителем медикаментов на сумму 5 миллионов долларов. Торговые экономические отношения двух стран развиваются все интенсивнее с каждым годом. В прошлом году эта цифра составила 700 миллионов долларов. И открытие самого большого иранского торгового центра в Армении – серьезный шаг в развитии отношений ЕАЭС и Ирана. Данный торговый центр свидетельствует о глубоких армяно-иранских дружественных отношениях. Центр соединяет различных предпринимателей и является платформой для сотрудничества самых разных компаний. В основном продажи здесь осуществляются оптом. У нас представлены организации, предлагающие иранский газ, иранскую нефть, текстиль, ковры, продукты питания и так далее. Кроме этого, очень большую часть занимает блок со строительными материалами, в котором представлены все товары, необходимые для стройки и ремонта. Это не просто торговый центр, а также очень привлекающее место с точки зрения интереса людей к иностранным товарам. Наш проект играет большую роль в вопросе увеличения оборота торговли между двумя странами. Стоит также подчеркнуть и то, что открытие данного торгового центра не состоялось бы без финансовой поддержки со стороны предпринимателя и политического деятеля Гаги Кацарукяна, а также иранской компании Pars Caspian Holding. Как отметил посол Ирана в Армении Мехди Собхани, сотрудничество между двумя странами в сфере торговли, экономики, энергетики, транспорта и инфраструктур создаст очень серьезный капитал для двух народов и государств. Министр экономики Армении Геворг Папоян, в свою очередь, также заявил, что открытие иранского торгового центра в Ереване является важным шагом в развитии экономических и торговых отношений между двумя дружественными странами. Эксперты подчеркивают, хорошие политические и экономические отношения с Арменией позволяют Исламской республике рассматривать Армению как ворота Ирана в Евразию. И сейчас у Армении и Ирана амбициозные планы – довести порог товарооборота сначала до миллиарда долларов, потом до трех миллиардов. Отметим, что павильоны в новом торговом центре могут использоваться для бизнес-встреч, а также для проведения мероприятий, конференций и фестивалей. И помимо оказания услуг в сфере маркетинга и исследований, центр также займется подготовкой к финансовым трансферам, предоставлением логистических и транспортных услуг, юридических консультаций, налоговых и таможенных услуг. Семьи насильственно перемещенных из Арцаха, которые являлись бенефициарами жилищной программы для перемещенных семей из отдельных районов Арцаха и не получившие сертификат с 1 июля этого года, смогут воспользоваться программой поддержки, предназначенной для покрытия расходов на проживание и других расходов в размере 40 плюс 10 тысяч драм. В 2024 году при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта в Дилиджане был основан молодежный центр «ДУКО», о деятельности которого вы узнаете в нашем репортаже. Центр молодежного развития «ДУКО» был создан при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта и Центра молодежного сотрудничества Дилиджана. Основная миссия центра заключается в создании возможностей развития и обучения для молодежи Дилиджана и прилегающих районов. Название «ДУКО» было выбрано не случайно. В переводе с латыни оно означает «притягивать», «объединять». Этот центр действительно служит местом, где люди объединяют с общей целью, развивать свои способности через обучение, приобретение новых навыков и участие в практической деятельности. Цель нашего центра – создать все необходимые условия в городе Дилиджан для развития молодых людей, для увеличения профессиональных знаний, для увеличения заработка, а также для раскрытия своей внутренней силы. Мы стараемся пропагандировать здоровый образ жизни, постоянное саморазвитие. На данный момент действует проект «Школа навыков», в котором принимают участие 20 молодых людей, среди которых также есть лица, переехавшие в Армению из Арцаха в результате военной агрессии Азербайджана. Мы проводим уроки, обучая ребят гибким навыкам и английскому языку. Также обучаем тому, как правильно оформлять свое резюме и рекомендательное письмо. Рассказываем о тех тонкостях, которые необходимо знать для успешного прохождения собеседования. По окончанию курса у ребят будет возможность пройти собеседование для получения работы в местных организациях. Мы надеемся, что все пройдет успешно и у нас получится обеспечить местную молодежь занятостью. В течение 2024 года центр зарегистрировал более 600 бенефициаров, которые принимали участие в программах. У курсов есть главная цель – подготовить молодежь Дилиджана к успешному трудоустройству и помочь им найти работу в будущем. Программа центра ДУКО разнообразна и включает специализированные курсы для девушек и женщин, такие как пошив одежды и аксессуаров. Для матерей с маленькими детьми созданы комфортные условия с детскими комнатами и зонами отдыха. Кроме того, в ДУКО активно развиваются курсы журналистики и медиа, где молодые люди могут обучаться основам репортерского дела. Сейчас студенты работают над созданием медиа в Дилиджане. В ДУКО каждый находит возможность развиваться, делиться идеями и расти вместе с другими, создавая сильное сплочённое сообщество, которое выходит далеко за пределы Дилиджана. Прокуратура Армении планирует конфисковать у сына второго президента, Седрака Кучаряна, его супруги, 14 объектов недвижимости и 6,9 миллионов долларов финансовыми средствами. Также сегодня в антикоррупционном суде возобновился судебный процесс с участием Роберта Кучаряна по делу 1 марта. В столице Кыргызской республики Бишкеке прошли первые открытые детские дельфийские игры стран СНГ, на которых было объявлено 11 номинаций в области классического, национального и современного искусства. Обладателями золотых медалей стали Хайк Данойян, номинация «Фортепиано» от 7 до 9 лет, Мари Варданян, номинация «Народные инструменты» от 9 до 14 лет, танцевальная студия «Профарт», номинация «Народные танцы» с 7 до 10 лет, Хайк Джулхакян, номинация «Фортепиано» от 10 до 13 лет получил серебряную медаль, Мария Гукасяна, номинация «Изобразительное искусство» от 7 до 9 лет, бронзовую. Картина «Песня летящих листьев» признана лучшей анимационной лентой на фестивале Arpa International Film Festival, прошедшем в Лос-Анджелесе. «Песня летящих листьев» – первый армяно-иранский анимационный фильм, снятый «Хошки Филм Армения» и «Хуракэш Студиос Иран» при госфинансировании. В Ереванской опере пройдет премьера уникального армяно-французского балета. Показ «Балет Параджанов» состоится 14 октября в рамках юбилейных мероприятий, посвященных столетию Сергея Параджанова. Впервые в Армении совместно выступят французская молодежная балетная труппа «Балет Прельджока Джуниор» и армянский государственный ансамбль «Барри Камутюн». Команда из Армении вошла в десятку лучших на чемпионате мира по шахматам среди осужденных. Четвертый по счету чемпионат прошел с 8 по 10 октября в онлайн-формате. Армянская сборная заняла девятое место. Всего в чемпионате мира приняли участие 116 команд из 51 страны. На этот раз участвовали также несовершеннолетние и женщины. Четыре школьника Гегар Куника с чемпионата мира по Айки Кендо карате в Германии вернулись с наградами. Титул чемпиона мира завоевал семилетний Грик Хор Сафарян. Восьмилетний Хачик Халгатян стал бронзовым призером. Тринадцатилетний Наре Касатрян и двенадцатилетний Хачик Касатрян вернулись домой с серебряными медалями. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гелаян 9 октября назначен членом Всемирного антидопингового агентства ВАДА сроком на три года. ... ... ...